Одна из главных задач органов власти – создать комфортные условия как для лечения пациентов, так и для работы врачей. С этой целью строятся новые фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. В медучреждениях приобретается современное оборудование, а также проводится ремонт поликлиник и больниц. В рамках нацпроекта здравоохранения и региональных программ по улучшению материально-технической базы лечебных учреждений в позапрошлом году в нашем районе был начат капитальный ремонт хирургического и травматологического отделений Славинской ЦРБ. На сегодняшний день ремонтные работы в левом крыле корпуса и на первом, и на втором этажах уже завершены. Эта часть здания функционирует в обычном режиме. Пациентам медицинская помощь оказывается в полном объеме. В дальнейшем будет проведена замена всего необходимого оборудования и мебели на новые. В другом крыле здания работы еще продолжаются. На сегодняшний день проводятся работы по демонтажу операционной, по демонтажу инженерных сетей. Производятся работы сейчас на данной этапе подключения будет отопительной системы отопления. И второй этаж хирургического отделения уже практически готов на 70% левого крыла. Плитка постелена, вы сами видели, двери вставлены. Сейчас дадут тепло, то есть уже второй этаж будет практически весь готов. В ходе капитального ремонта во всем хирургическом корпусе была произведена замена инженерных сетей, газоводоснабжения, канализации, электрики. Также проведен большой объем работ по внутренней отделке помещений. Выровнены и штукатурены стены, выполнена стяжка пола с укладкой плитки, заменены дверные и оконные блоки. В скором времени строители приступят к монтажу современной вентиляционной системы. Общая стоимость работ – более 50 миллионов рублей. Завершить ремонтные работы планируется летом этого года. Анна Монастыренко, Игорь Иванчиков, программа «События».